ТВ3 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 дилеры. «Я разговаривала с одной женщиной из своего общежития. Она говорит, что полиция знает, кто продает и ничего не может сделать». Но начальник комиссариата говорит, что поймать дилеров задача не из легких, несмотря на все усилия стражи порядка. По данным полиции, в этом году в Новьянинкой наблюдается замедление торговли и распространение наркотиков. В этом году было начато полсотни досудебных расследований по факту хранения наркотиков, а еще дюжины по подозрениям в их распространении. За аналогичный период прошлого года расследований проводилось примерно на треть больше. «Это большие цифры, если взять республиканскую статистику. Нам не стыдно говорить, что это проблема, и это один из наших приоритетов – борьба с наркоманией. Но надо понимать, что мы не можем поймать человека за руку и сказать «ты торгуешь, и тебе грозит тюрьма». По словам вице-мэра столицы Симоны Белюни, среди мер борьбы с наркоманией – курсирование микроавтобуса со специалистами. Они собирают у наркоманов использованные шприцы и выдают им новые. Кроме того, они раздают наркоманам бинты и мотивируют их обратиться за лечением. «Цель консультации – заменить шприцы и выдать бинт, чтобы люди не делились шприцами и не распространяли болезни, из-за которых Литва входит в пятерку проблемных стран». Городские медучреждения предлагают зависимым метадоновую заместительную терапию. Вице-мэр говорит, что это помогает пациентам вести более активную социальную жизнь. «В каждой поликлинике есть метадоновые программы, есть специалисты Центра психического здоровья, но некоторые люди очень отстранены, и они не обращаются за этими услугами». По словам вице-мэра, наркоманы на улицах – трудно решаемая проблема, с которой должны бороться правоохранительные органы. А главное, считает чиновница, – это профилактика, просвещение детей о вреде наркотиков еще в школе. На пятый день протестного марша группа учителей из Клайпиды уже преодолела треть расстояния. Но похоже, что учителям придется еще долго маршировать и бастовать. Сегодня профсоюзу опять не удалось достичь соглашения с министерством по улучшению условий труда. Несмотря на то, что учителя снизили свои требования по повышению зарплат, министр не уступает. По его словам, денег на существенное повышение зарплат педагогов попросту нет. Раннее утро в гимназии имени Велюса под Шилале. Учителя и поддерживающие их ученики после четырехдневного протестного марша из Клайпиды в Вильнюс просыпаются в школьном спортзале. А теперь феном сушат свои носки. «Нет, не промокли, просто нужно было простернуть». А после готовятся к дальнейшему походу к зданию правительства в столице. Завтракая на выставленных в ряд партах, педагоги вспоминают, что, будучи школьницами, спали на похожих матрасах. «Мы ездили на экскурсию в Таллинн, спали в спортзале, тогда там была дискотека. Сейчас ни парней, ни дискотеки не было, ноги устали». По подсчетам учителей, вчера они преодолели около 25 километров. Сегодня они планируют пройти на 10 километров меньше. А в день учителя 5 октября преодолеть на 30 километров больше. «Мы идем словно в Даукантас из Жимаити и Вильнюс. Он нес свет, а мы несем правду». Поддержать хотя бы морально пришли и учителя этой гимназии. Некоторые из участников акции через день-два меняются местами со своими коллегами. «Число участников все время пульсирует. Вчера их было 19, позавчера 25. Сегодня к нам присоединится еще один экипаж». Бастующие учителя надеются добраться до Вильнюса за две недели. Но если профсоюзам и правительству удастся достичь соглашения, то марш может закончиться и раньше. Между тем, в столице представители профсоюза работников системы образования с раннего утра общаются с президентом Гитаносом Науседой. На главе профсоюза не костюм, а одежда, в которой он идет вместе с бастующими из Зарасай в столицу. После встречи президент Науседа призвал обе стороны найти компромисс. Министерство образования планировало провести пару часов за столом переговоров с бастующими, но уже через час объявило, что договориться не удалось. Даже несмотря на то, что учителя снизили свои требования по повышению зарплат. «Первоначально предлагалось повысить на 56%, теперь на 46%. Что касается сокращения контактных часов, то сначала предлагалось снизить их с 24 до 18, а теперь до 27». Еще на прошлой неделе профсоюз требовал 20% повышения зарплат в сентябре этого года и 30% с января следующего года. Теперь же бастующие согласны, чтобы к жалованию педагогов прибавили 10% в этом ноябре и еще по 15% в январе и сентябре 2024 года. Но даже снижение требований учителей, по словам министра, обойдется в дополнительный миллиард евро, которого у министерства попросту нет. «Если больше средств не появится, то у нас нет возможности предложить какой-то другой вариант. Мы не прячем под стол дополнительные деньги». Бастующим такой ответ пришелся не по душе. Так что переговоры они прервали. «Перспектив у таких переговоров нет, если они не хотят договариваться и твердят, что денег нет. Значит, переговоры закончатся, а забастовка продолжится». Министр надеется, что завтра представители профсоюза вернутся в министерство и проведут переговоры по другим своим требованиям. Между тем, премьер-министр, выступая в эфире, «Радио ЛРТ», также подлила керосину в и без того накаленные отношения между министерством и педагогами. «Образованию и так отведено привилегированное положение в наших бюджетах. Надо открыто сказать, что это происходит за счет других областей. Тогда страдает просто социальная защита и здравоохранение, которые несут пропорционально большую нагрузку». Возможно, именно поэтому профессия учителя может стать самой быстро исчезающей, раз мы столь привилегированные. Поиск компромисса, похоже, превращается в демонстрацию принципов. Хотя министры приглашают бастующих министерства на следующий раунд переговоров, глава профсоюза идти в кабинет чиновника не хочет и считает, что встречу лучше провести в школе. Если педагогам не удастся договориться о своих требованиях, то они намерены бастовать как минимум до конца октября. В Вильнюсском аэропорту небывалый наплыв. Накануне здесь выстроились огромные очереди из путешественников. Одни возмущались хаосом, другие же радовались, что столько жителей нашей страны могут позволить себе летать по всему свету. По словам представителя аэропортов страны, подобный наплыв путешественников в столице на самом деле происходит по три раза на день, когда пересекаются многие рейсы. Подсчитано, что в таких случаях персоналу приходится обслуживать по полторы тысячи человек за полтора часа. В Вильнюском аэропорту редко можно увидеть такое скопление людей. Сотни путешественников стоят в нескончаемых очередях, чтобы сдать багаж и в одиночку пройти контроль. А двери аэропорта практически не закрываются. Через них то и дело проходят новые пассажиры. Люди не скрывают своего удивления и говорят, что такого наплыва еще не видели. Другие же не скрывают своего возмущения. Хаос. Непонятно, где стоять. Одни там, другие здесь. Даже не знаешь, куда идти. Может, проблема в нехватке работников? Даже и не знаю. Я только один раз видела такую толпу перед Рождеством. Это нечто невообразимое. Мы уже видели в СМИ, что будут такие очереди, были к этому готовы. Как я понимаю, с детьми нам было бы проще пройти. Но и у таких пассажиров дела обстоят так себе. Очень много народу. Надеюсь, нам удастся вылететь. Для других никакие очереди ни почем, когда вот-вот наступит долгожданный отпуск. Ничего, мы летим в отпуск, у нас все очень хорошо. Мне вообще не пришлось ждать, потому что у меня мало багажа. Терпение, все хорошо. Стоим в очереди недолго, каких полчаса. Пока не знаем, скоро начнется регистрация. Мы командой едем в Париж. Надеемся везде успеть. И все же нас приятно удивил такой наплыв. Представитель аэропортов страны Тадос Василяускас говорит, что в Вильнюсе персонал обслуживает обычное число пассажиров – около ста тысяч. Вот только в течение дня по три раза происходит наплыв – ранним утром, в середине дня и вечером. По подсчетам собеседника, в это пиковое время контроль в аэропортах в среднем проходит по полторы тысячи человек. Василяускас говорит, что одна из причин возникающих заторов – ужесточение досмотра пассажиров неделю назад. В результате к проверке каждого пассажира прибавляется немного времени. А в сумме за день, когда у нас тысячи пассажиров, мы сталкиваемся с проблемами, которые наблюдаются сейчас. Но почему именно в аэропортах страны ужесточен досмотр – представитель не уточняет, так как эта информация конфиденциальная. По словам Василяускаса, очереди столь огромные из-за того, что многие продолжают летать в теплые края, в то время как у других начинаются осенние командировки. «Нужно понимать, что мы находимся на рубеже двух авиационных сезонов – летнего, который еще не закончился, и зимнего, который вот-вот начнется. По количеству пассажиров мы сейчас близки к рекорду. Их почти столько же, сколько было в 2019 году». При этом представители аэропортов утверждают, что случай задержки рейсов из-за перегруженности можно на пальцах пересчитать. «И самое главное – напоминание всем пассажирам, которые собираются в аэропорт. Не оставлять прибытия на последний момент. Приезжать в аэропорт следует не менее, чем за два часа до вылета». А вот глава одного из туристических агентств «Римведос-Червинскас» считает, что качество ускоренного прохождения контроля в литовских аэропортах оставляет желать лучшего. «На мой взгляд, экспресс-досмотр, который у нас проводится за дополнительную плату, редко работает как положено. Ведь проверку проводят те же сотрудники авиакомпании. Поэтому, когда я сам пользуюсь экспресс-досмотром, мне приходится ждать дольше, чем в обычной очереди». Глава турагентства советует при таких заторах приезжать в аэропорт даже не за два, а за три часа до вылета. Консерваторы предлагают корректировать налоговую реформу. В результате чего налогообложение для некоторых владельцев недвижимости может стать до 60 раз выше, чем сейчас. Такую инициативу уже критикуют предприниматели, фермеры и Центробанк. Оппозиция предупреждает – больше платить государству в первую очередь должны будут малоимущие, а богатые якобы найдут способ обойти повышение налогов. Консерваторы утверждают, что новый проект позволит самоуправлением пополнить свои бюджеты и самим решать, сколько налогов взимать с жителей. Юозес и его жена, живущие в этом двухэтажном доме площадью 200 квадратных метров в Берчуной под Паневизжисом подсчитывают, что предстоящая зима сильно ударит по карману. Дорого. Нам нужно почти 30 кубов дров, чтобы обогреть весь дом. Поэтому мы провели газ и были счастливы. Но теперь подняли цены до человеческого уровня и от газа мы отказались. Но не только приближающийся отопительный сезон заставляет пожилых людей тщательно следить за своими расходами. Люди также обеспокоены перспективой ввода налогов на недвижимость в следующем году. По последнему предложению, в рядах правящих консерваторов такое налогообложение затронет эту пару даже в том случае, если их дом будет оценен всего лишь в 10 тысяч евро. Мы не сможем избавиться от недвижимости и распродать ее. А у жены еще и земельные участки есть. Если их обложат, будет совсем плохо. Если будет налог одновременно на землю и постройки, пенсионерам придется в конуре жить. Консерватор Миндоугаслинге предлагает установить порог вычета налога на недвижимость – полуторакратное медианное значение стоимости недвижимости в конкретном самоуправлении. При превышении этого налога владельцам уже будет грозить налогообложение. Глава финансового комитета Сейма также предлагает повысить предложенный правительством потолок налога до 4%, то есть добавить еще один процентный пункт. С самоуправлением могли бы моделировать для себя допустимые тарифы налога на первое, второе, третье жилье, а также коммерческую недвижимость в диапазоне между 0,05% и 4%. Исходя из восьми критериев, в конкретном самоуправлении могли бы быть различные модели. Однако и такого налога муниципалитетам недостаточно. Ассоциация самоуправлений просит разрешить облагать неухоженную и бесхозную недвижимость вдвое большим тарифом – в 9%. «Можно было бы повысить налог на заброшенное, неухоженное, недостроенное жилье, которое является серьезным препятствием для развития территории, а также угрозой безопасности финансовым временем. Мы предлагаем увеличить этот налог до 9%.» Если проект Линге примет Сейм, то в зависимости от муниципалитета жители будут платить за недвижимость до 60 раз больше, чем сейчас. Банк Литвы призывает отложить подобную реформу и лишь скорректировать существующую систему, облагая налогом недвижимость по стоимости, а не по местоположению. «Может случиться так, что независимо от ставок и от того, кто их устанавливает, стоимость имущества в Акмяне будет ниже, чем стоимость имущества другого человека в Вильнюсе. Но при этом житель Акмяне будет платить больше налогов, чем в Вильнюсец. И на наш взгляд, тут на лицо социальная несправедливость». Хотя правящие рассматривают возможность освобождения малоимущих от нового налога, оппозиция уже заявляет, что налоговое бремя в первую очередь ляжет на плечи бедных, а богатые якобы найдут способ заплатить меньше. Бизнес-организации предупреждают, что планируемые консерваторами налоги на недвижимость усложняют жизнь арендаторам. Дескать, арендодатели без особых раздумий переложат новую плату на плечи квартиросъёмщиков. «Арендаторы будут подвергаться дискриминации, поскольку тариф для жилья на сдачу был бы выше. Многим молодым недвижимость и так не по карману, поэтому её и ориентуют. Для них стоимость аренды подскочила бы. Вся жилая недвижимость должна облагаться одинаковым налогом. Независимо от того, сдаётся ли она в аренду». Консерваторы также планируют обложить налогом фермы, сараи и другие хозпостройки. Предприниматели опасаются, что в результате сельская местность станет ещё более пустой. «Налогообложение недвижимости носит разрушительный характер. Нет смысла вкладывать деньги в объекты и их возрождать». Новые налоги на недвижимость консерваторы планируют обсудить в октябре, ввести в 2025 году, а собирать деньги в 2026 году. «А теперь внизу рядное осеннее зрелище. Владельцы тыквенного двора под Кауносом собирают рекордный урожай. После жаркого лета бахчевая в этом году не только в обилии, но и намного крупнее обычного. Тыквы уродилось настолько много, что фермеры кормят ею скот, готовят из неё деликатесы для посетителей, а также изготавливают декорации и развлечения для детей». В полях семейства Остромскасов полно учеников начальных классов. Хозяйство наполнено как рыжими бахчевыми, так и детским голдежом. «Здесь, в деревне Бубяй, хозяева готовятся открыть тыквенный двор». «Нёс в лабиринт вместе со своим другом». «Много унёс?» «В самое крупное». «Мне очень нравится ходить там». «А что там?» «Лабиринт». «Берём тыквенный суп, тыквенный чай, когда сюда приезжаем». «Вкусно?» «Да, очень». «Я люблю носить тыквы, ходить по лабиринту и что-нибудь тут есть». «А чем полакомишься?» «Блинами». Хозяйка уже печёт блины и приглашает угоститься маленьких работников, их родителей и учителей. «Попробовали?» «Вкусно». «Блины по вкусу похожи на пиццу». «Очень-очень вкусно». «Вкусно». «Да, мы каждый год этого ждём». Пока все угощаются, Аделя, которую ласково называют «тыквенной бабушкой», раздаёт советы. Какое блюдо и из какой тыквы лучше приготовить. «Самыми универсальными наша семья считает крупные сладкие тыквы, которые телесного цвета. Они подходят и для салатов, и для блинов, и для супов, как для веганских, так и для невеганских». «Тыква – королева осенних деликатесов», говорит хозяйка. «Нужно лишь правильно выбрать сорт, чтобы этот овощ был вкусным, варёным, жареным, маринованным или тушёным виде». «Тыква Хоккайда исключительно для гриля и тушения. Для супов она, мягко говоря, не очень подходит. У нас также есть масляные тыквы с семенами без шелухи, с очень интересной текстурой мякоти. Получается очень интересная рагу». И тут, словно осознав, что их тоже ждёт сытный обед, подходят и рогатые обитатели фермы Острамскасов. Телята породы «Декстер». «Мы для них начали выращивать тыквы, но вырастили слишком много, так что хватает всем посетителям, не только телятам, которые требуют угощения, как только видят цвета тыкв». А дети хватают кусочки тыквы и спешат покормить животных. «Не бойся, не бойся, не бойся». «Мне понравилось кормить быков, коровок». В этом году в тыквенном дворе больше развлечений, а владельцы говорят, что постоянно думают, чем ещё удивить посетителей. «Есть лабиринты, развлечения с сеном, на тракторе много красивых мест, где можно сфотографироваться, чтобы люди могли увидеть осенний пейзаж, полюбоваться им». По словам фермеров, урожай овощей в этом году был очень обильным. Хотя продолжительная засуха поначалу настораживала, тыквы выстояли. «Засуха была весь июнь, практически до июля. Видел, что листья уже сохнут, и думал, что урожая не будет. Не будет тыквенного двора. Но потом прошёл дождик, тыквы восстановились, стали наливаться водичкой и набухать». Тыквы здесь превращаются в троны, лабиринты и ограждения. А ещё уйма бахчевых растёт на улице. По оценкам фермеров, объём урожая в этом году около 30 тонн. «Я собираю урожай, поэтому могу сказать, размер тыкв ощутим. Порой приходится поднимать по 20 и более килограммов». Тыквами здесь можно не только любоваться, но и покупать их. Поэтому тыквенный двор под кауносом традиционно будет работать до тех пор, пока не закончится урожай. «Ну что ж, друзья, в конце по традиции о погоде, которая уже весьма даже осенняя. Здравствуйте, Наглис!» «Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, наши зрители!» «Наглис, но всё по классике. Рассказывайте и показывайте, как там в Вильнюсе, в Жимайтии, что там на побережье и что нам ждать в ближайшие дни». «Хорошо, обо всём по порядку. Сегодня в Литве была переменчивая облачность. Ну вот в кадр попал момент, когда вот в Вильнюсе солнце было. Утром было гораздо так... серая погода была, пасмурнее. Смотрим Жимайтии. Вот это вот сплошная, почти сплошная облачность, но зато без дождя. Кое-где был дождь, но здесь в кадр тоже не попал. И побережье Клэйпеда, облачная погода и всё. Смотрим, что будет дальше. А дальше вот что. Европа – область высокого давления, север низкая. И вот эти два вихря создают такую тягу с запада на восток. И вот по этому потоку плывут облака, иногда прояснения. Вот всё это так с запада на восток. И в Литве уже завтра будет преобладать облачная погода. И вот потихонечку даже облачность пробивается на юг, в сторону Украины. Конечно, этот воздух, который приходит с Атлантического океана, он не тёплый, не холодный. Такой вот средний. Поэтому во всём пространстве тепла немного, но нет и холода. А тепло только в Украине. Пока что. А Литва. Этой ночью местами в большинстве районов дожди, местами сильная, возможно, гроза. Завтра днём кратковременные дожди, такой будет авиационные налёты. Из быстролетящих облаков обстрелы холодным душем. Возможно, где-то будет довольно сильный дождь и может быть даже и с грозой. Температура. Ночь ещё такая средняя, 11-13 градусов. Зато завтра днём температура упорно будет не хотеть подниматься. Ну и в конце концов поднимется до 14-16 градусов. Четверг тоже ветер, облака и иногда дожди. Пятница. Всё понемножку успокаивается. Ветер успокаивается. Больше прояснений. Дожди только кое-где. Ну и температура в четверг поднимется до 13-15, а в пятницу до 14-16. В общем, так по-осеннему. Если обобщить, то вот то, что должно было быть в сентябре, наконец-то пришло в октябре. Да, главное, чтобы то, что должно быть в январе-феврале, не было в апреле-майе. Посмотрим. Посмотрим. Наглиц, спасибо большое. Друзья, на сегодня всё. Это были новости ТВ3+. Спасибо, что смотрите нас. Доброго вечера. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»